Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Павел, мы продолжаем прохождение игры Альтер Эго. О предыдущей серии, насколько вы помните, мы, во-первых, решили разобраться с делом о серии Уильяме, сходили, так сказать, на кладбище, там всё осмотрели. Поговорили с отцом Малкиеном, или, да, в общем-то как-то так, Малкихом, или, как его, я забыл звать, сейчас посмотрим. Малкихий, да, довольно необычное имя, не так уж легко запомнить, вот. Да, кстати, у нас про него новая заметочка. Поговорили с Леди Мирием, до сих пор так её и не увидели лично, поговорили с ней по телефону. Допрос свидетелей по телефону, это, говорится, то ещё зрелище. В предыдущей серии мы для себя сделали вывод, что сэр Уильям всё-таки жив. То есть, даже если он и был похоронен заживо, то в итоге он убежал, и сейчас где-то бегает. Хотя, как знать, может быть, выбрался, сошёл с ума и умер, там, не знаю, от инсульта, от инфаркта, сердечного приступа, в конце концов. Как знать, вот, кстати, его ногти, которые были на крышке гроба, ну, с внутренней стороны. И ещё, что мы узнали, мы узнали, что наш уважаемый священник хотел кремировать тело, он был против похорон. Свидетель или преступник? Вот в чём вопрос. Ага, то есть, ладно, то есть, даже так его хочешь, приплести к этому делу, ну, ладно. Да, хорошо, что нам выдали наше удостоверение, хотя нам чуть ли уже не зубами пришлось скрипеть ради него. Просто уже, значит, начинаешь пинать всех этих засранцев. Так, а у нас тут дымок идёт откуда-то. На вид всё вполне обычно. У сэра Уиримы даже есть собака. Может быть, она мне поможет. Вот именно, отличная идея. Не понял. Ну, собачка, поможешь мне. Узнаешь запах своего хозяина. Да. Так, а слушай, а может быть и правда? Так, а запах, 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 запах. Что мы можем дать ей понюхать? Ну, я не знаю. Так, 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 так. Так, о! Да, блин! Я не могу так просто взять собаку. Никто мне не позволит. Жалко, жалко, жалко. Так, сарай. Сарай и отлично убежище, на мой взгляд. И заднюю дверь. Так, ставни у нас открыты почему-то. На второй закрыты, на первой открыты. Где логика, господа? Так, у нас кол. Острый кол. Должно быть логическое объяснение, зачем его изготовили. Похоже, он не использовался. Берем. Кол. То есть, вурдалак, что любевать? Точно. Слушай, а может он и правда вурдалак какой? Это что-то все. Что-то, прицеп, бороться с нечистью. В чистом виде, как она есть. А из всего-то игра начиналась, по сути, банальное приключение. Тут уже... Ну, закрыто. На двери нет замка, но открыть ее невозможно. Значит, подперто с той стороны чем-то. Или кем-то. Ну, еще бы. Так, ничего не получится. Так, давайте выламывать над колышком давай. А, у нас и зона активная пропала. Пиксельхантинг это... Пиксельхантинг все-таки. Здесь неудобно прятаться. Слишком много воды. Погде, вода. Идеальное место для орудия убийства. Но не для безумного убийцы. Ну, как сказать. Я бы не решился тут что-то прятать. Скажем, нож или пистолет. Ну, это чисто мое мнение. Я все-таки не профессиональный преступник. Уж, не дай бог, как говорится. Все окна плотно занавешены. Внутрь не проникнет ни единый лучик света. Может, он правда вурдалак или там вампир какой-нибудь? Смотрите, кол. Все завешано от солнца. Портреты завешены. Роскошное, так сказать, украшение. Я не хочу ни за кем шпионить. Да, к тому же ничего не увижу. Ладно. Так, и сюда мы не попадаем, да? Не хочу рыскать по дому, как вор. Пользы от этого не будет. Не хочу рыскать. А, то есть... Ладно. Собака, собака, собака. Я не... Ну, соб... Так, а как бы нам спросить про собаку? Так, а давайте все-таки зайдем да спросим. Чем я варианта? О, и правда есть такой вариант. Не хочу вас задерживать, но могу ли я одолжить собаку сэра Уильяма? Ненадолго, если не возражаете. Не знаю. Я должна спросить у леди. Подождите. Не стоит отвлекать ее по пустякам. Но хозяйка может рассердиться? С чего бы вдруг-то вовсе не обязательно об этом знать. Рассудите, у вашей хозяйки и так тяжело на душе. Разве ей не нужен покой? Вы правы. Хорошо, берите ее. Но обещайте вернуть. Даю слово джентльмена. Ладно. Ну, ладно, нам разрешили взять собаку, но пойдет ли собака с нами? Будет ли она нас слушаться? Все-таки там... Что у нас там за порода-то? Доберман, что ли? Что-то такое. Вроде бы доберман. Точнее сказать, не могу. К сожалению. Давай, малыш. Поможешь мне найти своего хозяина. У тебя поводок-то хоть есть? На, сейчас прям. У нас собака сама ходит. Куда хочет. Было непросто привезти тебя сюда. Пинкали. Было заранее раздобыть поводок, но теперь это не важно. Он собаку привел без поводка. О, господи, незнакомую собаку. Слушай, мужик, ты дарвировщик, что ли? Я не знаю, кто ты. Похоже, он не понимает, чего я добиваюсь. Ну, не знаю. Нюхни. Это нюхни. Искать. Да не ешь ты меня, не надо. Давай, песик, найди своего хозяина. Давай, find him. Давай, ну, вперед. Ничего. Образец слишком мал. Жаль. Я ожидал большего. Блин. Так, а это ты найдешь? Чё ты вообще можешь-то, собака? Ну, название, что собака. Честно говоря, от кота больше пользу в данном случае. Чем от тебя. Так, и... Так, ничего. Добавилось к нему. Не убавилось, не прибавилось. Так, давай-ка. Похоже, он не... Прямо сейчас... Чё-то собаки толку-то... Так, а... Надо какую-нибудь вещь найти. Большую... Большую вещь, которая принадлежала... Хозяину. В принципе, легче уж найти, наверное, самого хозяина. Так. Виде, похищение тела. А-а-а... Я не думаю, что это хорошая идея. Но, если нам предлагают... Ну, воспользуемся. Наш герой всё равно хамит, кому попало. В любой форме, так что... Ничего страшного не будет от этого, я думаю. Знаете... А ваше спокойствие оказывает на меня противоположное действие. Мне кажется, что вы очень довольны, что сэр Уильем исчез с ваших глаз. Что? Как вы можете такое говорить? Я знаю, что вы были решительно против похорон. Это ложь. Тогда скажите, почему вы настаивали на кремации тела? Из благих побуждений. Вот и всё. Скажите мне, каково отбивать душегуба и чудовище? У вас это не касается, детектив. Это... Оскорбительный вопрос. Похоронить чудовище против вашей воли тоже оскорбление. Вас не послушали, но вы всё равно сделали по-своему. Вы не можете это доказать. У вас есть мотив и возможность, но нет алиби. И я вынужден попросить вас не покидать город. Я под арестом. Нет, пока нет. Но скоро я вернусь, и мне не хотелось бы вас разыскивать. Так. Честно говоря, пока мне это не очень нравится. Но, на самом деле, мне не кажется, что это преступник. Скорее всего, здесь есть ещё какой-то вариант, пока... Про который мне... Как сказать... Который мне пока не очень-то понятен. Лучше не... Так, и всё-таки, где на неё взять воду? У нас целый, огромный город. В этом огромном городе нету даже... Пары стаканов воды. Это наталкивает на определённые мысли. Ладно. Вернусь. Так, я не знаю, давайте... Давайте. Чё, давайте. Участок сходим, я не знаю. Чёсток сходим. Чёсток сходим. Чёсток сходим. Так, ты... Ага. Вы не могли бы послать кого-нибудь с фотоаппаратом к церкви Святого Патрика? Вот это нашли вчера на месте преступления. Мне нужно сделать снимок с этого же самого места. Можете на меня положиться. Хорошо. Так, дело, кстати, у нас к ночи идёт. Погоди к ночи, так... Так, получается, это вечер следующего дня, я думал, это утро. Ну, ладно. Отдыхать тоже надо. Даже главным героем. Так, осиновый кол, а что... Что если... Оп. Держится крепко, надеюсь. Так, ну сейчас проверим. Эээ... Я вообще, конечно, думал, что... Кол нам понадобится для... Немножко другого. Но... Раз уж так, даже лучше. Убираем. И ничего не упало. Хорошо. Так, вытаскиваем. Тяжело. Интересно, что внутри? Тут тоже Куперфильд, конечно, брыскали. Так, ящики перемещаешь одной рукой. Тяжёлый сундук. Да ещё даже не ящик, сундук. Вот это вот реально сундук. Чемодан такой. Так, подойдёт? Подошёл. Хорошо. А это что? Что такое? Что-то нашёл. Так. Не знаю. Наверное, я ожидал большего. Ээээ... Вы мне покажите хоть что-то. Вырезки из газет. Куча заметок. Вроде этой. Рабочий убит в порту. Бешеный Уильям выбрал новую жертву. Так. Помятка рукой Локли ложный след. Почему не сказано? Наверное, он собирал эти материалы не один год. Жаль, что он не довёл дело до конца. И всё же, если мне понадобится информация, я знаю, где её искать. Хорошо. То есть у нас тут газетные вырезки и прочее. Так, а тут у нас ещё есть что-нибудь полезное? Думаю, Локли не обошёл бы вниманием семейного доктора. С ним что-то связано. Вот. Газетная заметка. Семейный врач Джеймс Стюарт хранить тайну. Заметка Локли. Вызвать на допрос. Телефон 112. Что ж. 112. Город такой маленький, что трёхзначные телефоны. Интересно. А, так. И тут у нас всё. То есть, мы хотели найти заметки и мы нашли. Но только одну. Так, ну что, давайте-ка выбираться из подвала. Детектив! Вам это понравится. В чём дело? Порадуй меня. Вам почта. Отчёт о вскрытии. Отнести вам в кабинет не стоит. Нет, спасибо. Заберу его прямо сейчас. Хорошо. Так. Ага. Руки. Не надо тянуть. Это моё всё-таки. Так, ладно. Смотрите-ка, какой он, кстати, стал учтив это с нами. Отнести его в кабинет. Да вы глядишь на руках, а скоро носить будет. А всего-то один раз надо было читать человека. По-хорошему. Так, и... Давайте всё-таки сначала я почитаю отчёт о вскрытии, потом уже посмотрим, что там у нас по уликам. Причина смерти могильщика мистера Телбота. Рана на шее истёк кровью. Гениально. Судя по всему, удар был нанесён острыми когтями. Рана неправильной формы. Она не могла быть нанесена режущим инструментом. Следов укуса нет. Я не верю, что травма нанесена животным. Такую рану легко подделать. Так. Как он сказал? Когтями. Когтями. Рана нанесена когтями. Значит, получается... Всё-таки... Нас всё-таки бегать на свободе уродолаг. Если... Быть совсем точным. Ну да. Как раз всё сходится. Боится света. Уродство. Обезумие. Похоронили заживо. Убил когтями. И знатного происхождения. Уродолаг. В общем-то. Это, конечно, я всё утрирую, но на самом деле... Если так подумать, то... Так оно и есть. Так. А, о. Ты... Опа. Пробудившийся монстр. Семейного доктора Льюисова. Без верных вопросов мне не найти верных ответов. Смерть от потери крови из раны на шее, нанесённой острыми когтями. Не могу представить себе это животное. Ладно. Ты прям даже расхрасил. Слушай, а ты... Брискальп, ты неплохой художник, на самом деле. Вот я бы, наверное, хрен нарисовал такое. Извиняюсь, конечно, но... На самом деле... Не так уж это легко. Я не верю, что сэра Уильяма воскресили из мёртвых и теперь он всем мстит. И всё же некоторые факты игнорировать нельзя. Раны на шее могильщика – настоящая загадка. Ну, не знаю, не знаю. Ассасинскрид там тоже много чего, так сказать, непонятного для окружающих. Особенно когда человека полоснули по горлу, там все бегают и ищут виновного. Ассасинскрид. Кстати говоря, наверное, на момент выхода этой серии или... Или даже... Или даже через одну уже выйдет третий Ассасинскрид. Да, кстати говоря, насчёт Ассасинскрид на канале. Как, наверное, вы могли за... Блин, не то я нажал. Как вы могли заметить, остановилось прохождение второй части, буквально в самом начале истории. Дело всё в том, что у меня возникли непредвиденные технические сложности. То есть, сейчас, собственно, благодаря... Хорошему, так сказать, процессору, который... Будучи не таким уж и старым, просто взял и... Перегорелся. То есть, теперь сейчас у меня на компьютере стоит старый процессор. Я... Всё-таки довольно-таки запасливый человек и сделал... Так что, когда купил... Новый компьютер, не стал выкидывать старый. Пришлось переставить. Благо, сокеты подошли и всё хорошо. Вот. Сейчас сыграю со старым процессором все игры и... Приходится делать вот что. Приходится тянуть такие игры. Ну, как сказать, тянуть. На самом деле, игры-то интересные, но... Вот, скажем, есть и интересные игры с хорошей графикой. И, так сказать, к шоу-сюжетам. Сейчас на канале, кстати говоря, экшона... По большому счёту, не ждите экшена. Какого-то там... Такого зубодробительного. Потому что, на самом деле, его... Не будет, пока не решу проблемы с процессором. Вот. А проблемы с процессором решу, скорее всего, ближе к Новому году. Поскольку там... Сколько там, в общем-то, свои... Косяки возникли. С этим... Ремонтом. В общем, как-то так. Ну, да ладно. Сейчас, кстати говоря, время хорошее, так осень. Всё, что у меня есть, контактный телефон. Номер 112. Хорошо. Сейчас, как говорится, осень... А осень у нас всегда... Те, кто следят за играми, знают, что... Игропад осенью. То есть, опять же, традиционно каждый год выходит осенью... Что-нибудь из серии Assassin's Creed, что-нибудь из серии Call of Duty, что-нибудь из... Различных именитых брендов. Скажем, не знаю, в принципе, на начало следующего года тоже много чего интересного. Скажем, тот же Dead Space 3. Который я, наверное, буду проходить всё-таки в кооперативном прохождении, потому что... Потому что потому. Так, ладно. Ладно, ладно. Так. Позвоним. Всё-таки. Маленько отвлёгся от игры. Старший детектив Брисколь. Я хочу поговорить с доктором Стюартом. Да, прямо сейчас, если это возможно. Благодарю. Так. Добрый день, миссис Стюарт. Я старший детектив Брисколь. Миссис? Боюсь, я вас не понимаю. Мне нужно поговорить с вашим супругом. Это срочно. Пропал? Как давно? Понимаю. Вы заявили в полицию. Нет. К сожалению, я веду другое расследование. Я надеялся, что ваш муж прояснит некоторые детали относительно сэра Уильяма. Пожалуйста, возьмите себя в руки. Тело не было найдено. Я имею в виду, что нет оснований так думать. Вам лучше оставаться дома. Может быть, он вернётся. В этом случае, пожалуйста, попросите его связаться со мной как можно скорее. Очень вам признателен. Постарайтесь не думать об этом. Я сообщу, как только мы что-нибудь выясним. До свидания. Во как. Это плохо. Личный врач сэра Уильяма исчез. Видимо, он хотел скрыться от журналистов. Логично. Но я уверен, что он не бросил бы жену. Здесь что-то происходит. И у меня плохое предчувствие. Я тоже, братюня. Меня тоже. В какой-то веке у нас с тобой есть общие мысли. В какой-то веке ты мне не так противен, как раньше. Это, по-моему, здорово. Так. И у нас снова эта отсыпка. Личный доктор пропал. И, скорее всего, к его исчезновению как-то причастна Миссис Мирием. Леди Мирием. Ну, скорее всего, и Миссис Мирием, собственно, если это бабушка. Я думаю, что всё-таки это у неё законные дети были. Так или иначе. Всё, что у меня есть без верных свидетелей. Свидетель. Так, ладно. Преступник. У нас ещё есть два слота, так сказать. У нас ещё есть два человека. Интересно, кто, честно говоря. Пока как-то даже идей нету. Так, насчёт доктора. Вы можете поднять записи от 12 и 13 ноября. О! Пропавший человек. Джеймс Стюарт. Одну минутку, сэ. Ну вот, молодец, давай, работай. А то совсем ты тут распоясался, дружок. Да, есть заявление Миссис Стюарт. И всё? Её муж не вернулся с похорон своего давнего пациента. Сэр Уильяма. Сэр Уильяма. Именно, сэр. Может быть, он и не уходил. Благодарю, офицер. Так, а вот тут уже интересно. Опять он строит несколько версий, в том числе фальсификацию показаний. Ага. Джеймс Стюарт, пропавший доктор, отправился на похороны сэра Уильяма, но не вернулся домой. Возможно, он всё ещё на кладбище. Так. Хорошо, хорошо. Так, давайте сходим на кладбище. Почему бы нет? Откровенно говоря, в участке нам заняться нечем. Кладбище. Блин, вот нехорошо вышло с собакой. Так. Вернусь. Так, сюда, нет? Сюда. Сходим. Собака хоть не убежала, я надеюсь. Ну да, она всё ещё здесь. Похоже, он не... Почитай, что-то вскрытие, не знаю. Что-нибудь поделай, собака. Ну будь ты собакой. Ну, чё ты как? Ещё раз понюхаю. Ну, давай, давай, давай. Ну, не ешь ты мои руки, не надо. Давай, пясть. Ну да, конечно, сейчас. Ничь. Так, ладно. Зайдём ещё раз. Никаких изменений, хорошо. Стабильность там тоже не помешает в каких-то делах. Так, ты там что-то всё делаешь. Мне очень нравится, что ты там делаешь, пёсик. Так, сходим сюда. О! Да, кажется, вчера я его нашёл именно на этом месте. Уже всё готово. Оперативно ничего не скажешь. Ладно. Так, и давайте. Я сказал, давайте. Давайте так тогда. Ага. Сейчас снимок будем изучать. Всё-таки что-то тут явно не так. Чёртов журналист провёл меня. Не понял. Но угол обзора не соответствует снимку, который был в документах, и который он точно сделал вчера. Теперь понятно, как ему удалось сделать фото могильщика у меня за спиной. У него ничего не вышло. Он пришёл раньше нас и разыграл небольшой спектакль, чтобы мы не поняли, как он сделал свои фотографии. Всё это должно быть дело рук мистера Натаниэля Фореста. Убийства и слухи каждый день. И всё это только чтобы продать свою газетёнку. Дайте только добраться до него. Я из него душу вытрясу. То есть ты хочешь сказать, что ради тиража незрачной газеты если товарищ пошёл на убийство? Я не знаю. По-моему, ради даже крупных этих прибыли люди не идут на убийство. Газетная утка. Свидеть невероятное хамство. Сам явился на место преступления ещё до прибытия полиции, а потом притворился, что снимает труп тайком от меня. Мог ли он подстроить убийство и свалить его на ненавистного аристократа? Не знаю, не знаю. Долгие годы клеветы, необоснованных обвинений, множество кровавых убийств, приписанных одному человеку, которого ненавидит весь город. Золотая жила для газетчиков. Достаточно наглых, чтобы публиковать любую ложь, что приходит в голову. Неужели они пошли бы даже на убийство? Ну, всё-таки это довольно нелепая версия, на мой взгляд. Всё ещё устаётся вопрос с курильщиком. Кто бы это мог быть? Может быть, это Брайан был курильщиком? Да уж. У нас возникла проблема, и только вы можете помочь. Если так, то я в полном вашем распоряжении. Я хочу знать, что происходило сразу после похорон. Меня особенно интересует Джеймс Стюарт, личный доктор Сэра Уильяма. Не знаю, что вам рассказать. Всё. Любые мелочи. Вы видели, как он уходил или говорил с кем-нибудь? Возможно, он был беспокоен. Можете что-нибудь вспомнить? Боюсь, что нет. Что довольно странно. Абсолютно любая информация. Кто с ним говорил, кто сидел с ним рядом на похоронах. Я начинаю думать, что вы не до конца откровенные. С меня хватит, детектив. Я не потерплю подобных оскорблений. Убедительно вышло. Он точно что-то знает, но сомневаюсь, что он и есть убийца упырь. Хе. Ну да. Он знает что-то, но что именно, вот как бы тут... Леди Мириам говорила, значит... Так, ладно, ладно. А что нам дальше делать? Я не знаю. Честно говоря. У меня пока даже идей нету. Так, ну в принципе у меня есть идея... Сходить в участок и... И вообще у меня есть идея где-нибудь найти, в конце концов, воду. Собака, ладно, она подождет, пока она не денется. Так, сходим в участок. Задим хорошего педали журналисту. Я надеюсь, его все-таки уже привели. Дело-то к вечеру. Так, и... И пусто. Как обычно. Так, ладно. Пока что не... А, ты его второй раз не хочешь читать? Снимок был сделан дома. Похоже. У журналиста есть отлично. Удаст... Это ужасно. Так... Пустая коробка, кстати. Интересно. А куда она нам может пригодиться? Кстати говоря, пустая коробка. Так... И... Ты бы взял бы... Мне будет... Пистать. Ай, ты бы взял, на самом деле, я тебе говорю. Знаешь бы, насколько мне было спокойней, что у тебя есть оружие, и тебе придется... Вот он, как в фильмах ужасов, кричать женским голосом от ужаса в последнюю секунду жизни. Ну, или как в Dead Space, делать предсмертные записи. Там, на стене кровью, или... На диктофон, перед тем, как тебя там, не знаю, на клочки порвут. Вообще, это нормальные люди, вот... Делают такое. Последние секунды жизни, надо обязательно... Забраться в туалет, паниковать, записывать это на диктофон. И в конечном счете еще сдохнуть и успеть нажать на кнопку стоп-запись. Это, по-моему, вообще что-то на грани фантастики. Так, и... Ничего тут нету. Я опять отвлекся. Моя конструктивная критика слишком меня... Загоняет. Кхе-хе-хе. Ладно. Как сказал... Бес... Так... О! Насчет кольца! Точно. Спросим насчет этого камешка. Я хотел бы кое-что показать леди Мириам. Вы не могли бы передать ей одну вещь? Вполне. Этого она не запрещала. Хорошо. Видимо, она не все предусмотрела и... Ух ты! Это настоящий бриллиант? Да. И мне его нужно вернуть немедленно. Это важная улика. Мне нужно проверить, не был ли камень вставлен в кольцо сэра Уильяма. Надеюсь, не потеряю его по дороге. Даже и не думайте. В жизни тогда не расплатишься. Даже если в рабство тебя сдать или на органы. У меня есть время осмотреться. Точно. Воспользуемся. Без повода и... Учитывая... Она упомянула кабинет... Так, осмотреться. Ящик стола. Мужские перчатки, счета, блокнот, личные вещи сэру Уильяма. И деньги. Теперь понятно, почему я не должен был их видеть. Леди Мирям все четко объяснила. Она не хочет, чтобы кто-то рылся в личных вещах ее внука. Так, вижу ключ. Вижу ключ. Беру ключ. Так, не беру ключ. Черт побери. Брать вещи без спроса не в моих принципах. Но что делать? Сама леди мне точно ничего не отдаст. Придется потерпеть. Берем. Так, пачка счетов. Сэр Уильям умел радоваться жизни. Но это совсем не подходит под профиль безумного зверя. Скорее всего, он был просто одиночкой, чудаком и старался разнообразить жизнь дорогими вещами. Вопрос в том, куда он дел деньги. Какие деньги? Вот счета лежат. По-моему, там все должно быть написано. Соблазн заглянуть внутрь слишком велик. Так. Что вы там делаете? Тихо. Ничего. Просто осматриваюсь. Все хорошо. Мы ничего не делаем. Леди напугана, господин полицейский. Бриллиант точно принадлежал сэру Уильяму. Его похоронили с этим кольцом. Я так и думал. Но нужно было убедиться. Надеюсь, это понятно. Можно тогда задать вопрос? Валяй. Я слушаю. Как бы сказать, я очень боюсь. Как вы думаете, сэр Уильям кровожадное чудовище? Да, беги. Я бы так низко. Спасайся из города. Когда мы его найдем, то все объясним. Извольте вернуть камень. Вот он. Леди была бы признательна, если он не потеряется. Ладно. Так. В памяти любимого внучки. А, это выход, я думал. Так. Туда нет. Без перчатки. Похоже, он часто их надевал. Может быть, он не хотел, чтобы люди видели его руки. Так. Нюник. Сэр Уильям постепенно распродавал имущество. Ему повезло найти такого покупателя. О как. Неудивительно, что он так сорил деньгами. К счастью, он вел подробные записи. Так что, если мне понадобится информация, я знаю, где искать. Сэр Уильям. Да уж это хорошо. Так. И что, собственно, делать дальше? Сэр Уиль. Читает. Читая. 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 Нет. Так, а можем у неё что-нибудь ещё спросить? Ну, это вряд ли, наверное. насчет стакана воды ты мне принесла стакан воды уважаемая вот те кисточку до свою это у тебя там слишком большая начинай с малого как сказал а тут уже все уже ничего не можем осмотреть ладно хорошо так и кстати говоря перчатки надевал часто да как сказал брискаль у меня появилась идея где заключается следующее идем к склепу так склепу все-таки церковь когда одновременно и красивая одновременно это ужас не знаю как это объяснить то есть красиво шутку большой бастион ужасно что она вся потрескавшаяся все ремонт общем не делали никогда не такое чувство и собственно вот насчет моей идеи даем собаки нюхай ухи не ешь ты его руки ну что ты давай песик найди своего хозяина смотри-ка ты тут что-то начал делать да куда куда ну-ка давай а вот это пошел молодец так он здесь был ну же песик не подведи меня покажи что умеешь давай уже давай собака делай что-нибудь так обратно бежал сарик хороший песик скорее за ним давай еще идти за тебя надо и бы сам сходил так вперед вперед включение деньги там тоже с собакой бегал мультик же такой был недавно и фильм сняли ну как недавно и так давно я сказал недавно похоже он что-то нашел так там что то есть куда ты собака куда нет не уходи я не буду тебя искать щатки оба и лучше не трогать вещь хрупкая резиновые сапоги были у могильщика нужно сделать слепок нужно сделать но у меня нету воды ли гипса так а куда сама кто бежала а вот у хорошо хорошо будем знать у нас два отпечатка ног скорее всего это одно и то же канализацию цели от сэра уильяма обрывается у канала боже надеюсь его не сбросили туда пошел сам туда спустился нет такой мысли нет мысли что курильщик и сэр уильям это одно и то же лицо кстати говоря это сначала так подумал собак туда пошла нужно вернуть пса но это не срочно пёсик беги у тебя был хреновый хозяин так что беги и где найди свою судьбу убегай общий с этого города будь как как лесси и по миру и спасай всех а потом уходи от них последнюю секунду чтобы они горько плакали и жалели что и больше не будет никогда такого друга он отлично потрудился жаль нельзя оставить его себе ничего страшного сегодня все можно прям как во сне когда ты маленький ребенок и находишься кондитерской лавке на весь день один ну не в пустой конечно а наоборот а там переизбыток товара куда тебя понесло ну картер соберите людей и обыщите канал как оба зона поиска сэр идите вниз по течению и смотрите в оба тело могло унести сэр думайте тело сэра уильяма сбросили в канал шлюзы да может быть проверьте это так точно так хорошо шлюзы поехали или нет я не собираюсь ползать в грязи а вот картер наверняка не станет возражать к они конечно да 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 кто то что то блин я не успел ладно что страшно я думаю то он не сказал прям существенного для сюжета нужно верт так и ты сделал кстати говоря еще одну заметочку почитаем почему бы нет безверных вам опыт собакой показал что он вероятно исчез через канал самостоятельно или с чьей-то помощью вот и дело начинает принимать скверный оборот так и насчет доктора а не мог ли доктор ему помочь насколько мы помним из игры шорох у нас уже была такая ситуация когда кристофер милтон помог джеймсу блэк воду вернусь как так ну давайте я не знаю сходим участок извиняюсь ничего пока что нет категория у нас поэтому судя по окну за окном день ну судя по окну день на улице окна на улице уходишь вечер даже не зашли думать по этому поводу так но карта ты пучок почему ты вернусь я не знаю так перчатки вы а перчатки ушли да так ну ладно хорошо так где бы нам взять воду все таки мы обыскиваем каналу кладбище что вы надеетесь там найти все указывает на то что след обрывается возле канала хотите сказать кто-то выиграл его тело а потом спросил его в канал но зачем простой вопрос особенно если знать как вы его ненавидели не забывайте детектив про канал я ничего не знаю даже если вы там что-нибудь найдете моя совесть чиста убедительно вышло он точно что-то знает но сомневаюсь что он и есть убийца упырь я не обязан это выслушивать с вашего позволения мне нужно на воздух пожалуйста не смею вам бежать но далеко не уходите ладно я очень надеюсь что он не сбежит оттуда сейчас посмотрим так вот он на весть старается показать мне что у него работы по горло но меня так просто не проймешь хорошо а он суров чтобы расколоть его мне понадобится очень веская улика какая о ногти взгляните пожалуйста на это внимательно на жуткое зрелище что это человеческие ногти точнее ногти сэру ильяма я нашел их под крышкой гроба и я не понимаю сейчас объясню человек просыпается в темноте и понимает что заперт в маленькой камере скажем в гробу впадает в панику и скребет ногтями все вокруг потом сосредотачивается на крышке единственном возможном выходе он начинает задыхаться ужас настолько переполняет его что он перестает чувствовать боль и пытается разорвать дерево голыми руками чтобы выбраться он царапает доски срывая ногти довольно довольно-довольно пожалуйста хватит сэр уильям был на самом деле жив отец малки хи это неоспоримо доказывать что он был похоронен заживо вот то вы говорите это невозможно семейный доктор господин стюарт подписал свидетельство о смерти и что а у сэр подойдите сюда и взгляните что-то вы нашли тело да но это не сэр уильям а кто-то вытащили его и сразу опознали кто-то это доктор джеймс стюарт и все его знали сэр и я тоже база значит он здесь все таки остался я должен осмотреть его обойдите кладбище и держите курс на мост тело застряло под ветками иначе его бы отнесло гораздо дальше я оставил там своего человека вам нужен сопровождающий нет кажется я знаю где это спасибо картер отличная работа детектив я случайно подслушал что сообщил ваш коллега мне нужно с вами поговорить что за спешка хотите облегчить муки совести легче да признаюсь я кое-что утаил от вас но не могу больше молчать с этим придется подождать да конечно я буду здесь только берегитесь в подобных ситуациях нередки подозрительные внезапные смерти вы меня очень успокоили детектив да да там само успокойство стал мне нравится убивают всех только с этим связан но никак не убивают того кто занимается этим делом то есть мол уйди ты уже говорится оставь и заплюнь на это дело извиняюсь так картер вернусь ладно нужно верт собаку его потом вернем так детектив брискель а вы робинс я пришел осмотреть тело а вот она около ступеней личность установлена его имя джеймс стюарт местный доктор лечил тех кому это было по карман отличная работа робинс где именно его нашли вот здесь сэ под мостом беднягу зацепила этой веткой не его далеко отнесло в воду мог попасть еще живым пытался выплыть по-моему он был уже мертв на шее жуткая рана но знаете что странно нет крови ладно какие будут мысли на этот счет смысле нет было ясно кто-то высосал ее до каплиса любопытная гипотеза вампиров я еще не разыскивал пока что оставайтесь здесь а можно мне напарника вам страшно нет сэр я на службе но кто знает даже не думает и у меня мало людей рассчитывайте на себя так точно с версия похищения сэра уильяма членами его семьи опровергнута нужно пойти по другому следу хорошо то есть на одну версию нас поменьше это по здорово не совсем не нравится то что тут начинает твориться лучше бы та версия была верной а все остальное опровергнута так вода по где как это ни капли крови ты чё телекома полностью рассмотрел уже что ли крови не нашел давайте думать забавно правда когда я преследовал журналиста то и подумать не мог что следую за новой жертвой я мог бы найти беднягу раньше чертов газетчик ну да а кстати блин а у смотри сюда будем надеяться кстати что там нету шерстяной подкладки внутри этой внутри этой шкатулки иначе все мы воду из канала зачеркнули это все или уже не отмоешь после этого на принципе ладошка развести его делать нечего так ладно шо так и чё там у нас одного человека тут вполне достаточно пусть даже и перепуганного до смерти да ладно мне нужно чтобы он оставался на месте хорошо труп смотрим труп даже не знаю а в принципе давайте-ка на этом данную серию завершим следующий уже собственно начнем осматривать этот труп так сказать доктора версия с доктором у нас тоже отпала входим на кладбище сделаем слепок даже два слепка отпечатков обуви печатка сапога и собственно будем разбираться в этой истории дальше но как видите сюжет закручивается история становится более мистической более запутанной и пока даже нету в мыслях чем это дело может даже закончится на самом деле вот кстати говоря я надеюсь все таки нам за тима еще дадут поиграть все таки рано наверно его списывать со счетов да парнишу посадили но это по моему не тот парниша который сдается во всяком случае у меня сложилось такое впечатление а ну да ладно в принципе как обычно всем большое спасибо за просмотр оставляйте свои комментарии оценки видео подписывайтесь на канал если вам нравится данное прохождение все что хотел все сказал с вами был павел всем всего хорошего и пока пока